Вот здесь экспонаты, которые будут переданы вашему учебному заведению для того, чтобы пополнить фонд музея «Сестры милосердия». «Сестры милосердия», я понимаю, если говорить в общем, то это Красный Крест, российское общество Красного Креста. Это, ну, в целом все это объединяется. И вот, естественно, что «Сестры милосердия» в любую из войн, какая бы ни была, они всегда помогали, приходили на помощь бойцам, спасали им жизни, и на их плечи ложилась довольно-таки тяжелая ноша в прямом и в переносном смысле. Вот эти молчаливые предметы, но в себе хранят очень много. Всевозможные, если говорить по медицинским вещам, то есть первое, то, что вытаскивали солдат, это вот такой фрагмент осколка. Вы просто можете представить, потом подойдете, попробуете и вес. Вот такие осколки просто летали. Снаряд взрывается, и крупные осколки довольно-таки разлетаются в разные стороны. Когда сам инструктор видел, что повреждено оружие, и нет смысла его нести обратно, как бы, и спасать бойца, и нести оружие, то было негласное правило вытаскивать затвор и забирать его. То есть вот тот медик, который спасал, он обязан был в случае, если необходимо, вытащить затвор, оружие можно было бросить, а вот затвор нужно было забрать и унести с собой. Вот такая лозантинница, это специальные немецкие таблетки для дегазации, для обеззараживания после химического оружия кожных покровов, покраснения изначально, потом какие-то волдыри появляются. Вот их нужно было обрабатывать специальным составом, которые в этих пеналах находились. Вот здесь даже сохранилась инструкция, как правильно пользоваться данным веществом. Все равно, чтобы открыть музей, надо в любом случае накапливать экспонаты, чтобы потом можно было это все воплотить и в том числе отразить вехи Великой Отечественной войны. В том числе можно было отразить вот такие вот экспонаты. Передаем вам на постоянное хранение, поэтому здесь, я думаю, что будете достойно рассказывать, а мы со своей стороны тоже будем вам помогать и приезжать, и тоже, когда надо, и совместно проводить какие-то экскурсии. Продолжение следует...